Приветствую вас! Знаете, ну, пожалуй, стоит начать с того, что вам коллеги совершенно однозначно дали ответ по поводу вашей ситуации И, признаться честно, не думаю, что именно в контексте ваших вопросов я бы мог сказать что-то еще Разве что только спросить вас, для чего вы желаете понять его То есть, если вы с мужчиной расстались, то не все ли вам равно на него и на то, что он написал Он написал, потому что это было нужно ему, он написал, потому что такова была его потрясность А вас он в этот момент не думал, но вы, наверное, это и сами знаете То есть, вопрос, для чего вам это нужно было знать Сделать больно в прошедствии десяти дней? Ну, не знаю Если вы действительно показали себя, как человек, которому можно по прошедствии десяти лет десяти дней сделать больно таким письмом Ну, наверное, хотел бы и хотел сделать больно Но другое дело, что если я сомневаюсь, что можно за десять дней привязаться к человеку настолько, чтобы вот подобный текст сделал больно Я имею в виду, если вы не чувствительны, если вы не были эмоционально вовлечены в отношения с ним То есть, не очень понятно, что значит рассталась с мужчиной по прошедствии десяти дней То есть, что это значит? Вы познакомились с ним и расстались после десяти дней? Или познакомились вы с ним раньше, общались с ним какое-то время А потом уже начали встречаться, простречали десять дней и расстались Вот понимаете, этот момент, он не очень ясен А ведь он важен Потому что если мужчина действительно хотел вам сделать больно То он должен был знать У него должна была быть вероятность Того, что он действительно может вам сделать больно А для этого нужны какие-то доказательства Для этого нужны факты, на которых человек мог бы опираться И вот эти факты, на которые мужчина мог бы опираться При формировании, при постановке цели сделать вам больно И нужно анализировать То есть, указывало ли что-то с вашей стороны На то, что вам можно сделать больно этим письмом Если да, он вам сделал больно Если нет, то он будет вам делать больно Понимаете? То есть, вот такая идет дифференциация Но Но Понимаете? Вы оговорились То есть, у вас как бы оговорка есть То есть, чтобы сделать мне больно То есть, вам действительно стало больно от этих слов получаться И вот если да, то почему Вот с этим номером будет Ну, а Если Отмечать на ваше сообщение То есть, если Обставить Вопросы Которые я задам А именно на них надо ответить Для получения полной картины То Можно сказать так Значит Вот это вот Его фраза о том, что Полное безразличие к тебе и всему, что связано с тобой Теперь я могу сказать тебе прощай Это по сути фрустрации То есть, это реакция фрустрации И Одна из Реакции Одна из форм Реакции Это, на мой взгляд Принижение Здесь идет принижение То есть, там существует множество реакций На фрустрацию То есть, фрустрация это Невозможность получить то, что мы хотим Невозможность выполнить задачу, которую мы перед собой ставим И, собственно, фрустрация возникает, когда мы теряем Что-то нам дорогое И Вот это вот напоминает именно эту реакцию Реакция Принижение То есть, мужчина хочет вам показать, что ему все равно Что вы его не волнуете, что Вы его не беспокоите, что ему вплевать на вас Что вы думаете, что именно так-то и обстоит Хотя, сам он При этом Он вполне может Подобного не чувствовать Сам он при этом Он вполне Так себя не ощущает Но ему хочется в это верить Ему хочется верить То, что Как бы Ему хочется Ему хочется верить, что Вы Ему не возны Он это внушает Себе Через вас Вот Вот Это вот То, что вытекает из тех Проектизка Иногда Он может сделать вам больно Опять же Именно Его Еδήгment Его желание сделать вам больно неизбетно По крайней мере, я Не скажу Однозначно Хотел был вам сделать, больным или нет И я поясню свою повышенную. Дело в том, что ведь его текст ему может носить объективно характер достаточно нейтральный. То есть, вы же не приводите всего письма. Вы приводите только часть. А эта часть, она может быть частью целого. И вот только в целом можно и посмотреть, на что это письмо направлено. Потому что наблюдается противоречие, что он нас благодарит и говорит, что никаких чувств, никаких эмоций и эссетов в полном безразличии. Может быть, он просто описывает вам то, что он чувствует. И тогда желание сделать больно вам, у него нет. Если же там что-то еще негативное. Если вы расстались негативно. Если вы знаете и видели, что мужчине как-то больно было, когда вы расставались с ним. Если вы чувствовали, что его заделал, да-да, он пытается вам сделать больно. Но вот этого ничего нет. Вы в своем сообщении этого ничего не пишете. И да, эксперты говорят вам самый наиболее вероятный вариант. Так есть. Но я не стану этого делать. Потому что я не знаю человека. Я его не видел. И у меня нету перед глазами психологического портрета. Нету истории ваших отношений. Вы даже не написали, сколько вы знакомы с человеком. Понимаете? Поэтому однозначно говорить о его намерениях нельзя. Чтобы понять намерение, нужно понять мотив. Чтобы понять мотив, нужно понять отношения. А отношения вытекают из характера, из темперамента, из взглядов, ценностей и поведения. А этого всего вы не приводите. Поэтому ответ на этот вопрос остается подвешен и помещается в зависимости от некоторых важных факторов. Если желаете, можно эти факторы прояснить, сопоставить, и тогда будет понятно, Хоть хотел вам сделать больно или нет. Пока ответ такой. И последний вопрос. Действительно ли ему так отлично? Нет. Однозначно нет. Здесь я солидарен с коллегами. Но, опять же, опять же, вот они говорят, коллеги, что, будь ему хорошо, не было бы письма. Но мы не знаем, может быть, мужчина благородный, может быть, мужчина принципиальный, может быть, мужчина какую-то еще цель преследует, когда писал вам эту письму. Мы не знаем. И поэтому даже здесь есть сомнения. Сомнения в том, хорошо ему или нет. Непонятно. Может быть, хорошо. И тогда это бесконечно просто до него. Это просто долг, который он считает своим. Может быть, ему нехорошо. И тогда это действительно проявление его эмоций. Это более вероятный вариант, да, потому что на это указывает практика. Вы были все, вы были в отношениях, как я понимаю, 10 дней, это все-таки что-то значит. И расставание – это процесс достаточно негативный всегда. Очень мало людей может расстаться прям совсем очень позитивно. В более важных случаях. Но такой вариант тоже есть. И исключать его нельзя. Поэтому я предложил бы вам поподробней Описать вашего молодого человека, вашего мужчину. И тогда можно будет ответить на ваш вопрос. Но куда более интересно, то, о чем я сказал в нашей шкале. Почему вас это волнует? Зачем вам понимать того, с кем вы уже расстались? Почему вас волнует то, что хотел сделать вам боль? Мог хотеть сделать боль. Почему вас интересует, как он сейчас себя чувствует? Нет ли у вас боли? Нет ли у вас боли? Нет ли у вас негатива? Нет ли у вас обиды? Или чего-то еще такого, что и заставляет вас писать нам? И если это есть, то именно с этим и нужно разбираться. Именно об этом вам и нужно говорить. Не про молодого человека, не про то, что он написал и что хотел сделать, а именно про вас. Потому что когда мы говорим про него, так или иначе мы гадаем. Это предположение. Когда мы говорим про вас, мы, получая обратную связь, анализируем. И это уже работа. Итак, я думаю, что на этом можно закончить. Как бы в конце хотел бы сказать так. Для более конкретного ответа на ваш вопрос необходимо все-таки больше информации. Если хотите, можете написать мне в личку. Мы с вами это разберем. Я постараюсь дать вам более конкретный ответ. Если хотите, дополните свой вопрос здесь. Или напишите новый. Но только другой уже. С другим содержанием. Решать вам? Я думаю, что основную идею моего ответа выполнили. Что как бы нету важных обстоятельств в ваших отношениях. И можно только предполагать. Наиболее вероятные моменты, да, безусловно, есть. Но вероятность это не истина. Чтобы понять истину или повысить вероятность. Ну, если больше информации. По сути, ваше желание работать. Ну, и необходимо охарактеризовать ваши позиции, ваши отношения. У меня ощущение, что вы переживаете и сами не можете отпустить эту ситуацию. Если так, мы вам можем это помочь сделать. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова КОНЕЦ